Двое влюбленных в загородном доме. Романтичное место, романтичная музыка, вино и такие важные для каждой девушки слова. Хочи с меня замуж. Но звенящую тишину и воркование парочки прерывает появление сестры молодой влюбленной девушки, а затем приезд ее бывшего парня в исполнении Павла Прилучного. Он настолько сильно любит героиню, свою бывшую девушку, что он стал ей одержим настолько, что превратился в маниакальную любовь к нему. Маниакальную. То есть он готов целовать песок, на который сходила. Вот. Ну, до этих вещей, собственно говоря. Поэтому тут оправданий никаких. Но, как известно, все не то, чем кажется и в жизни, и особенно в таких фильмах, где четверо остаются в замкнутом пространстве наедине друг с другом. А ты хоть что-нибудь про нее, знаешь? В нашем кино все непростые. Знаешь, там и мужчины тоже нет-нет-да-да, да и женщины ведут свою определенную историю. Здесь нет, что кто-то плохой, кто-то хороший. Здесь тема все-таки больше о том, как они вот путываются и выпутываются, выпутываются из этих историй, которые сами себе придумали. Сами себе придумали и сами в них и гниют, грубо говоря. Мне кажется, они ищут любовь. Ищут, какая она. Но пока еще не нашли. Рассказывать здесь про коварство и любовь в сюжете, значит, безбожно спойлерить. А вот то, что вы увидите много обнаженки, простите, красивых женских и даже больше мужских тел, режиссер все-таки женщина, скрывать не надо. В трейлере все видно, а в фильме этой красоты еще больше, даже слишком много. И если не хотите разрушить впечатление от этой картинки, то ни в коем случае не слушайте Павла Прилучного о том, как это снимается. Без всякой страсти. Сухо и комфортно. Я не знаю, как у других артистов, но у меня это абсолютное выполнение работы. Это моя работа, я зарабатываю на этом деньги. И какой смысл? То есть, что? Там все очень сухо. Газеты уже расписывают, потому что они уже давно вместе. И все, все. Так и нет же ж. Это же история именно о том, что кино, что такое кино? Это обман. С каким известным фильмом после просмотра вы сравните эту картину с основным инстинктом, а может быть с дикостью, самое главное не завышать планку ожиданий. И тогда, возможно, неплохо проведете 90 минут в кипящих страстях загородного особняка.